Первый состав мотора мы видим, это хозяйственная единица, которая мало случается в работе. Ее недавно привезли, это еще в стадии сборки. Но если у вас были спойлеры, то вы можете легко убедить, устроен на тележке, как устроен мотор, двигатель, заходить сюда. Это называется ново функциональное транспортное средство, предназначенное для чистки снега зимой, для вытаскивания диагностического оборудования, для проверки состояния родовых рельсов. В общем, именно для этого она и устроена. Состоит она из двух проводчиков, как вы видите, с управлением в одной кабине, в той основной и второй кабиной дополнительной. На нем находятся три двигателя. Три двигателя. Мощность всего половину, даже меньше, меньше обычного состава. Двигатели ухода нет. Если здесь посмотрите, их хорошо видно. Вот. Вот эта вот часть, это двигатель. Причем, это не чистый двигатель, это так называемый привод. Потому что наш двигатель состоит практически из двух частей. Вот эта вот, которая вам показала, называется индуктор, индуктор тяжелого двигателя. И вторая часть ответная. Вторичный элемент. Вот здесь его нету на данный момент. Вот. Вот по тем составам его видно. Он такой белый посередине расположенный по всей длине нашей красной. Если индуктор это плюс, то вторичный элемент это минус. Управление составом производится таким способом. Движется состав магнитный поток, образуемый с помощью электромагнита, который по функции это и является. То есть, когда мы индуктор запитываем, то на него подается напряжение, и возникает плюс-минус. Это плюс-там-минус возникает в поле, по правилам движения, вы помните, да? Если возникшее магнитное поле подается электрический ток, возникает магнитный поток направленного действия. В данном случае именно этот способ и используется. Можно было бы, конечно, сделать так, что он бы вообще у нас был на магнитной подушке, но тогда надо было всего-то нашего намного больше ставить эти самые электромагниты. В данном случае используется именно сам тяговый эффект. Тяговый эффект. Опорная вещь, то есть несет всю конструкцию по факту, опорные колеса. Понятно, да? Да. Дальше, кроме этого, есть еще специально на составе сделанная консележка. Для того, чтобы он постоянно держался на пути, никуда с него не слетал, никуда его не выносило, есть образуемые стабилизирующие колеса с корректами. Вот они корректы, на которые я опираюсь, а вот они стабилизирующие колеса вертикального и горизонтального профиля. То есть задача простая, горизонтальные держатся у нас вот, не давая туда сюда уйти, а вертикальные, вот они снизу, вон они, не дают ему взлететь. Вот, да. Понятно, да? Ну, а что вам еще интересно по этому? Ну, еще не то, у нас только сейчас мы сделаем дополнительные части, как-то комплект преобразовательного оборудования, которое занимается управлением, работой самой директивой. Ну, и самая главная часть нашего состава – это ЛЮСНК и УИТР. У нас, в отличие от всего остального метрополитена, все работает через компьютер. Каждый чих через компьютер. Понятно, да? Есть компьютер управляющий, на который выводили агностика от всех его составных частей. Забита туда программа управляющая на каждый вид оборудования. И, соответственно, чисто теоретически, надо сказать, что мы работаем в автоматическом режиме, без участия машиниста, но на практике это не используется. Используется, как называемый, полуавтоматический режим управления. То есть, управляет всем машинистом под контролем компьютера, кто не дает, допустим, машинисту сделать что-то не так. То есть, безопасность, понимаете, превыше всего. Дальше пройдет экспорция Евгений. Женя, продолжаем. А, при усмотре, что такое? Абсолютно так. Абсолютно так. Магнитный поток разворачивается на встречу движения. А вспоминаем, Владыкин, а не ступали, степоскоп. Вот этот состав, как раз, и дефектоскопом мы связываем. Только у нас в дефектоскопе нет состава, а специально вот там, вот это пол, у нас есть специальная, так называемая, тележка-эффектоскоп, которая прямой будет цепляться. Вот с помощью вот этой тележки, вот с помощью вот этой вот оборудования, вот этой тележки, она с помощью раны ставится на балду, ты вот работаешь, вот с этим вот устройством, ну и, соответственно, вот его тащит. Честно говоря, я не знаю, что-то не знаю. Вот это вот, это просто, и с помощью раны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова